Ну и наконец у меня осталось последние 4 посылки, которые я сейчас быстренько распакую, посмотрю, расскажу и будем ждать следующего похода на почту. После следующего похода на почту, может быть, что-то снова вам показывать. Значит, я пока не выясню ничего относительно брака с фотокамерой, с белым телефоном, который был несколько видео тому назад. Ничего не скажу, пока мы ждем результата. Так, MJ я видео отправил, будем ждать ответа, как соловей, лето. Значит, внутри стандартный силиконовый бампер, стандартная пленка. Не стандартно я дополнительно заказал наушники, потому что телефон наушниками не комплектуется. Эти наушники очень хорошего качества. Они имеют раз, два, три разного размера вкладыши. Для ушей, понимаем, маленькой хрупкой девушки, огромного мужика будут разными. Поэтому каждый будет использовать свои вкладыши. Также внутри там прячется чехольчик для их переноски, влага, такой защитный. Очень хорошего качества наушники. По цене они сейчас приблизительно 600 рублей. Могу ошибаться. Своих денег они стоят. Внутри. Третий месяц 2016 года. Версия 16 гигабайт. Значит, адаптер с вилкой не нашей. А переходник отвратительного качества. Рекомендую брать сразу другой адаптер, если у вас нет. Ну и шнур. Здесь ничего интересного абсолютно. Мы это дело закрываем. На всякий случай мы его поставили на включение. Для того, чтобы посмотреть, нет ли у него подобного косяка с камерой. Значит, здесь не знаю, кладет ли еще раз. Повторюсь, MJ такие бампера кому-то еще. Это оригинальный силиконовый бампер. Вещь достаточно дорогая. То есть он стоит порядка 500 рублей вкупе с пленкой с оригинальной. Здесь он кладется в подарок. Внутри. Январь 2016. Это как раз месяц, где была проблема у телефона. Ну вот здесь вот щели нет уже. Три телефона, повторюсь, у меня были с щелью. Из-за того, что, видимо, отвал там кто-то неправильно. Вот они были щели. Ну давайте, наверное, на английском языке посмотрим. Нам же неинтересно, какой язык. Все мы пропускаем, пропускаем. Пропустить в любом случае. Все, да? Телефон готов к работе. И то, что нас интересовало. Пропустить. Нет, спасибо. Камера. Видите, камера все шустро работает. Да, сам экран все шустро работает. Значит, вот так вот полоска яркости. Вот так освобождаем память. То есть, у него есть свой встроенный чистильщик, который освобождает память и увеличивает срок действия аккумулятора. Хотя аккумулятор здесь 5000 мА. Он живет и так очень долго. Особой нужды нет. Да, то есть, телефон на андроиде. Очень, очень, очень прям вот удачный андроид стоит. Значит, все необходимое, все под рукой. Интуитивно понятный интерфейс. Очень легко можно блокировать телефон, загонять черный список. То есть, мне вот очень нравится. Так. Значит, в нашем случае, что мы делаем? Мы лезем в настройки. Мы включили, посмотрели. Да, нас все устроило. Мы нажимаем стереть все. И вернуться в заводским настройкам. Берем белый. Вот белый как... А, у телефона есть еще такая особенность. Он включается двойным тапом. То есть, два раза нажали, он включился. Два раза нажали. Не во всех местах, эти два раза нажали, будет действовать на выключение. То есть, есть места, где он считает, что нет необходимости выключаться. Сейчас мы дойдем до экрана. Я вам покажу, что все на самом деле работает. Проблем никаких нет. Просто, когда уже экран, да, мы два раза нажимаем, он выключается. Два раза нажимаем, он включается. Разблокируем. Два раза нажимаем, он выключается. Иногда бывает, все это дело подключивает. Подключивает почему? Что это было? Сейчас, секундочку. Не, все хорошо. Из-за того, что у него есть чехол, который с магнитиками. И вот эту функцию надо отключить. Сейчас вот, боюсь, я не вспомню, где она находится. Хотя, что ее вспоминать? Вот она, называется она Asus Cover. То есть, мы заходим. И вот в этом чехле он начинает воспринимать нажатие немножко иначе. То есть, мы вот это все дело отключаем. И после этого он работает абсолютно, вот как вот нормально. Возвращаемся к тому, что нас интересовала. Нас интересовала камера. Пропустить. Нет, спасибо. Камера работает. Другие режимы включаются. Еще раз. Камера работает. Камера фотографирует. Все хорошо. Да, то есть, в этом телефоне у нас проблем нет. То есть, получается, на приблизительно 30-м телефоне мы, я непосредственно, да, 71-41, наткнулся на вот такой вот брак. Чем закончится, пока не знаю. После этого открыл, получается, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, да, наверное, телефонов открыл. Ну вот, у них этого брака нету. Я теперь во всех телефонах его буду поглядывать. Ну вот, пока не вижу от других, ну, не слышал я такого. Значит, здесь у нас находится 13 дней летела. Флэш-карты. Я решил изменить немножко одному продавцу, которого я обычно заказывал, карты, и купить... Больше ничего внутри нету. Купить Samsung. Значит, он мне положил картридер. Ну, абсолютно примитивный, да, мы его можем даже не рассматривать. Микро-SD. Samsung, 10-й класс, 32 гигабайта встроенной памяти. Значит, есть голограммка номерная. Есть номерная голограммка. Все очень красиво сделано. QR-код, где отрезать? Вот, значит, эта флэшка без проблем выдерживает рентген, да, если вы в аэропорту проходите, ничего ему не будет. Температурный режим, немножко влагостойко, и намагничивание ей по барабану. Хорошая флэш-карта по стоимости, ну, приблизительно там 500 с чем-то рублей, наверное, да, 32 гигабайта. Это вполне адекватная стоимость. Значит, здесь у нас находится 21 день. Достаточно долгий срок. Очень долгий срок. До меня они шли. Внутри никаких подарков нету. То есть, вот я говорю, то, что, да, там продается, у которого обычно заказываю, жадный. Здесь жадность вообще безумная. То есть, к ним там, ну, какую-то там ерунду все равно всегда кладут. То есть, ну, такой вот переходник, он у них стоит, я не знаю, там, 5 центов, наверное, да, положил, забыл. Нет, вот вам две microSD-карты. Абсолютно никаких подарков нету. Ну, в принципе, да и ладно, да. Карта также значена голограммами, QR-кодом, который можно проверить. То есть, у каждого там своя надпись, он должен совпадать. А по... Ну, вот, к сожалению, я не могу понять. Вот здесь вот иероглифы, да, и написано 48 мегабайт, да. А здесь написано 80 мегабайт R, read, чтение, да, происходит на скорости 80 мегабайт. Вот здесь 48 это чтение или запись. Сзади опять же иероглифы, поэтому это немножко непонятно. Вот эти вот флешки достаточно хорошие, то есть, они проверялись, совпадают с заявленным характеристикам. И еще на эти флешки я, наверное, выложу ссылку на двух продавцов. У них там немножко по-разному цены меняются. Посмотрите, у кого дешевле, у того и заказывайте, если хотите. А также ссылку на флеш-карты третьего поколения, которые нужны для записи и просмотра видео в формате 4К. Ну, там скоростя нужны немножко другие, поэтому третье поколение, если вы 4К смотрите видео, то они вам пригодятся. Телефоны работают. Это хорошо. Косяк с фотокамерой больше не выскакивает. В следующих видео, я думаю, смогу вам ответить, чем у меня закончится разговор с продавцом относительно этого косяка. Флешки показал и рассказал. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, репостите видео. До скорых встреч!